В зале городской администрации все те, кто отвечает за тепло в домах. Сотрудников теплоэнерго Анатолий Пахомов благодарит за качественную работу во время зимних игр. Проблем с теплом, подачей горячей воды во время Олимпиады не было. Котельные отработали без перебоев. Благодарность, письма и грамоты из рук главы города. Но чтобы отработать качественно во время игр, заметил мэр, перед их началом нужно было хорошо потрудиться. Теперь и гордиться есть чем. Пожалуй, одно из главных достижений – благодаря Олимпиаде наконец отремонтировали теплотрассу, ведущую от 14-й котельной. Масштабный проект дался с трудом. Пришлось перекопать сразу несколько улиц. Больше полугода меняли почти на 100% изношенные коммуникации. Неудобства пришлось терпеть всем. Подарком за это терпение стала по-настоящему горячая вода в кранах жителей центра. Анна Хатулева рассказывает, проблем с водой и теплом теперь нет никаких. Не было долго воды, сейчас все в порядке. Вода горячая, перебоев никаких нет, все в порядке. Раньше она дольше стекала, для того, чтобы была горячая, а сейчас сразу горячая. Особо Анатолий Пахомов поблагодарил нынешнего директора теплоэнерго. Кресло руководителя Игорь Яшнов занял, когда предприятие переживало не лучшие времена. Да и сейчас проблем у компании немало. Главное, уже третий год подряд теплоэнерго становится участником судебных разбирательств. Причина – долги за газ. Часть из них уже погашена. И сегодня предприятие уже вырабатывает ряд антикризисных мер, чтобы в будущем ситуация не повторялась. Один из механизмов – ликвидация убыточных объектов, в частности угольных котельных. Таких в городе 20. Представьте себе, оплата населения за топливо, не газовое топливо, за топливо в течение года составляет 100 тысяч рублей за потребленную тепловую энергию. А затраты предприятия составляют 2 миллиона рублей. Мы намерены в самое ближайшее время с этими объектами кардинально разобраться в части их ликвидации, газификации. Переход на газ, отметил Анатолий Пахомов, дает реальные плоды. Это и сокращение расходов, и снижение теплопотерь. Вы последними месяцами своей работы показали, что в принципе предприятие способно устойчиво работать, если б не эти старые долги. Вот старые долги у вас уходят, все платежи сегодня, насколько я понимаю, текущие, они выплачиваются. Это в петельный сезон, мы вошли, во-первых, с газом везде, это будет дешевле уже всего. Во-вторых, надо экономию, конечно, ввести. Экономия – это прежде всего сокращение внутренних расходов, отметил Игорь Яшнов. В Сочи сегодня реализуется федеральная программа энергоэффективности. Тщательно проверяют систему отопления, в жилых домах устанавливаются умные счетчики. Теплоэнерго заключает договоры с управляющими компаниями на обслуживание тепловых узлов. Итогом должны стать снижение теплопотерь и, как следствие, затрат. Благодаря Олимпиаде в Сочи построили и реконструировали 30 объектов по линии теплоэнерго. Это и котельные, и теплотрасса. Впереди, подчеркнул Анатолий Пахомов, еще немало работы. Важно все это грамотно содержать и продолжать модернизацию. По краевой программе в Сочи в ближайшее время на эти цели еще предстоит освоить почти 2 миллиарда рублей. А это значит, что в городе появятся новые котельные и теплотрассы.